Приветствую вас, давайте будем с вами разбираться с тем, что у вас произошло. Значит, по вашему тексту мне показалось, что человек вы довольно душевный, открытый, позитивный, понимающий что как, что к чему. Несмотря на то, что вам объективно сейчас пришло, я думаю, что вы молодец, в том плане, что думаете все равно. О своей жене, а не о себе. Я полагаю, что это в любом случае стоит многого. Значит, вы говорите о том, что ваша жена подтверждает, что вы ей надоели, что она вас разлюбила. Ну и соответственно, что вы ей стали неприятными. Совершенно очевидно. А, да, и что испортили жизнь. Вот это вот довольно показательное такое выражение, потому что если женщина говорит так, значит, у нее есть обида, у нее есть неудовлетворенность. Вот. Ну и самое главное, она, скорее всего, чувствует себя с вами незащищенной. Вот. И, скорее всего, не чувствует, что вы ее слушаете. Так бывает. Женщины говорят примерно из-за того, что, как бы, мужчина, значит, не слушает женщину. Значит, первое, о чем вам нужно обязательно подумать, это о том, с какого момента все это началось. Когда это началось? Что послужило началом этого? Были ли между вами какие-то, может быть, конфликты, трудности и так далее? То есть вы поймите, что то, что происходит сейчас, то, что имеет место быть сейчас, это всего лишь навсего следствие. Это ни в коем случае не причина. Это следствие. Это следствие, а причина, причина пока неизна, к сожалению. Непонятно, что заставляет вашу женщину так вот себя вести. Непонятно, что ей двигает. Непонятно, чего она хочет. Непонятно, чего ей не хватает. Понимаете? Какая вещь. Вот. И поскольку этого не знаете вы, да, поскольку этого не знаете вы, то, соответственно, это никак не можем знать мы. И вот здесь нужно подумать. Хорошо подумать. Как следует подумать о том, что именно не нравится вашей женщине. И почему. Вот это, пожалуй, одно из самых главных, один из самых главных моментов, которые вам нужно бы разобрать. То есть, прежде всего, прежде всего, надо постараться понять, что беспокоит вашу женщину и почему. Что напрягает ее. И почему. Понимаете? Вот это очень важный момент. Увидите, если данный аспект, то можете понять для себя, что за этим стоит. И тогда сможете увидеть, есть ли возможность для вас что-то исправить или нет. Понятно? О чем идет речь? Дальше. Дальше. Ситуация. Ситуация. Она в том, что стоит. Ну или вот лучше будет сказать, наверное, сложность ситуации в том, что стоит. Да? Да? Что. Ага. Она с вами не разговаривает. Вот. Вот в этом стоит сложность. Что ваша женщина с вами не говорит. Что ваша женщина с вами не говорит. И, соответственно, она с вами не говорит. потому, что не видит в этом какого-либо смысла. Ну вот, для нее в этом нет никакого смысла. Абсолютно. И поэтому, именно поэтому, вам сейчас имеет смысл действительно отдалиться немного от нее. чтобы она была немножечко одна, чтобы она подумала, как следует, чтобы она определилась, как следует, опять же, с тем, чего она хочет, в чем нуждается. Да? И в чем конкретно вы ей испортили жизнь? Ну вот, по ее мнению, да? Вот. Если говорить ее словам. Вы не говорите в всем конкретно. Как бы, это жизнь в ей испортили. Но человек и не начнет говорить. Человек и не будет предъявлять претензии до тех пор, пока не будет у него для этого возможности. А возможности у человека будут только если он подвесит себя в безопасности. А в безопасности он может подчистить себя только в том случае, если вы дадите ей возможность, ну, побыть немножечко наедине с своими мыслями, привести их в порядок. Единственное, полностью не самоустраняется. Естественно, стараюсь быть рядом. Тем более, что у вас есть ребенок. Ребенок уносит отец. Так что, в любом случае, вы никуда не денетесь. В любом случае, вы будете вместе. Ну, так или иначе, по крайней мере, да? Вот. На этот счет беспокоиться, на мой взгляд, не стоит. На этот счет. На этот счет беспокоиться не надо. Вот. Значит, дальше. Вот так сразу, да, разлюбить человека нельзя. То есть нельзя разлюбить сразу человека. Только если любовь ушла под давлением, либо ее не было изначально. Ну, наверное, вы скажете, что любовь была, и я, в принципе, вижу это по вашей фотографии совместной. Поэтому, думаю, что любовь действительно была. Ну, вот. Просто в какой-то момент вы потеряли друг друга, да? Да, друг друга. Слышать, ну, в общем, такие вот неприятные вещи, они, к сожалению, не бывают. Вот. Вот. Такие неприятные вещи, они бывают. От них никуда не деться. Вот. Значит, эм... Пусть вам, ваша женщина, да, если это возможно, даст понять, что ей все-таки не нравится, что именно ей наносит вред. Хотя бы по ее мнению. Вот. Потому что у вас здесь отлично общие слова имеют место быть. Дальше. Меня нет рядом, и из меня толку никакого. Так. Ну, это у нас получается уже, как бы, претензия такая, да? У нас получается, что вас нет рядом, толку от вас никакого и так далее. То есть это такая вот как будто бы претензия. Соответственно, женщина, очевидно, чего-то от вас, ну, не знаю, недополучила или недополучала. Причем, судя по всему, довольно долгое время, потому что это очень похоже на то, как будто она копила в себе достаточно долго какой-то вот негатив, да? А потом, после этого, наконец-то, этот негатив, значит, ну, проявила, да? Можно так сказать, что проявил негатив свой. И, соответственно, этот негатив копился, значит, действительно он имел место быть, и вы его не замечали. Причем здесь абсолютно не важно, что было, почему было, почему так произошло. А сейчас для вашей женщины это все не имеет никакого значения. Правильно, чтобы вы поняли, что вы были неправы где-то, где-то в чем-то как-то. И поняли, что сейчас, на данный момент, ситуация такова, что вашей женщине, ну, не очень, не очень нужно. Ага, значит, чтобы вы для нее что-то делали. Вот так. А вашей женщине не очень нужно, чтобы вы старались сейчас для нее что-то делать. То есть, по ее мнению, поиск ушел, как бы, и вот, собственно, все. Вообще все. Вот. И предупредить ее сейчас в обратном. Ну, это, к сожалению, обважает только лишь то, что вы будете ее еще дальше от себя отдалять. Вот. Если вам этого не хочется, а я уверен, что вам этого не хотелось бы, то, соответственно, давайте все-таки будем с вами осторожнее немножко, да? Вот. И подумаем, как же так получилось, как такое вообще стало возможным. Потому что я, в общем-то, верю в то, что вы хотели для нее как лучше и стараюсь сделать только как лучше. Дальше. В интимной жизни я ей немного надостал. Ага. Не очень понятно, не очень понятен смысл вот этой вот фразы, что вы написали, да? Я надостал. Вот. Надоел или что? Что вы имели в виду, когда сказали надостал? Знаете, очень важно, очень важно, чтобы вы как-то вот обозначили проблему как можно более явно, более ясно, более точно и более понятно. Потому что, ну вот, исходя из того, что вы написали, да, очень сложно сделать предположение о том, что именно, да, что именно с вами не так. Что именно с вашей парой не так, знаете, вот, очень сложно, сложно сделать вывод. Вот. Поэтому, как бы вот, старайтесь, формулировать немножко более, четко, более, ну, более ясно, что именно, да, что именно вы хотели сказать. Дальше. Не знаю, что делать, или пытаться сохранить семью, или уйти и дать ей покой. Ну, у вас, конечно, прямо, прямо, скажем, такие, знаете, радикальные способы. То есть, либо, если я остаюсь с ней и, значит, как-то продолжаю, наверное, портить ей жизнь, да, продолжаю, наверное, как-то ей мешать, продолжаю как-то, ну, беспокойство. Ей доставлять, да, вот. Или я ухожу, тут же сразу вообще, вот просто ухожу, и все. На самом деле, ни тот, ни другой вариант неправильный. Понимаете? Вот. Потому что, в первом случае, если вы останетесь, но ничего не поменяете, то вряд ли будет улучшение. В первом случае, если вы уйдете, вы подтвердите опасения своей жены относительно того, что она о вас сейчас думает. И, опять же, я думаю, что вы этого не хотите. Потому что вы не грабите с уходом, не грабите с решением. Вот. В первом случае надо выяснить, что проблема. Мы за вас это решение принять не сможем, потому что, ну, ладно. Вам в любом случае решение это принимать самостоятельно. Нужно будет. Вот. Потому что мы за вас это решение не примем. Никак. И, значит, при самом желании мы не можем, да и не имеем права это делать. То есть, впервые нужно прояснить ситуацию, да, как можно более явно, как можно более ярко, как можно более четко и понятно. Вот. А дальше уже будет видно, что с этим делом. Но вот то, что вы не знаете, то, что вы не знаете, как действовать, как поступать и так далее, это, конечно, очень плохо, потому что нерешительный, нерешительный мужчина, женщине нравится, ну, как бы, еще меньше, да, чем вот то, что происходит сейчас. Ну, я надеюсь, что вы немножечко так сгруппируетесь, надеюсь, что вы так немножечко срискнетесь, да, и все-таки выработаете для себя некую стратегию. Да? Вот. Дальше. Так. У нас есть ребенок, два с половиной годика. Ну, про ребенка я уже сказал. А ребенку будет хуже, в принципе, только если вы будете вместе и если вы будете вот так вот как бы ссориться там и, ну, и так далее, да. Вот. Поэтому ребенку вы сделаете гораздо лучше, если на время хотя бы расстанетесь или снизите градус напряжения между вами, чтобы на ребенку было меньше давления. Вот. Ребенок от вас никуда не денется и я уверен, что вы хорошие родители. Вот. Я уверен, что вы хороший отец. Вот. Поэтому я не думаю, что с этим будут какие-то проблемы. Да, это тяжело, да, это неприятно. Я уверен, что ребенок в такой ситуации находится. Ну, все по делу. Я понимаю, это виноваты мы оба. Нет. Вот знаете, виноватых искать это очень неблагодарное и односное занятие на самом деле. Вот. Тут не нужно искать виноватых и правых. Тут нужно действовать немножечко в другом ключе. Тут нужно взять на себе ответственность за то, что произошло. Причем ответственность нужно взять вам, как человеку, который, собственно говоря, обратился за помощью. Первый. Ну, понимаете? Вот это вот, пожалуй, да, это, пожалуй, действительно, действительно то, что нужно сделать. Именно взять ответственность за то, что произошло. Вам. Твою. Не ожидая пока жена это будет делать, не ожидая пока еще кто-то будет делать. Нет. Прямо вот, как послушаете мой ответ, если послушаете, нужно брать на себе ответственность за то, что, собственно говоря, произошло. И менять отношение к этому, если нужно. Менять поведение свое, чтобы ситуация наконец-наконец стала другой, чтобы ваша женщина могла бы увидеть вас с другой стороны. С той, которую вы, вероятно, хотите показать, но которую вас не получается показать. По вполне понятным причинам, на самом деле. Дальше. Не знаю, как правильно поступить. Ну вот, вы понимаете, какая штука получается? То, что вы пытаетесь правильно поступить, именно правильно, и ваша основная беда. Потому что я уверен, что вы потом своей жене так и говорите. Я правильно поступил, я хотел правильно поступить, я хотел, я думал, я поступал так, как было правильно. Вот. А вашей жене все равно правильно вы поступали или нет. Ее результат нужен. Поддержка нужна. А не результат. Ой, неправильность вашего выбора или поведения. Знаете? Вот. Поэтому, поэтому, вам необходимо прийти к мысли о том, что правильно поступить, в любом случае, вы не сможете никак и никогда. Нет правильных поступков. Есть только те элементы, те модели, те решения, которые кажутся вам, например, правильными, но только в момент принятия решений. После этого, скорее всего, эти моменты уже правильными не являются. Но вы продолжаете придерживаться их, считая, что они правильными. И это, на самом деле, ваши, я бы сказал, не ошибка, конечно, а я бы сказал, наверное, особенность, попытка поступить правильно. И поступить в соответствии с счастьем своей женщины, как вы хотите это сделать, да? Невозможно. Это сделать невозможно. Поэтому либо вы выбираете, либо вы поступаете правильно, исходя из своего понимания того, что правильно. либо вы поступаете, исходя из того, что полезно, хочется вашей женщине и ребенку. Я думаю, что излишняя правильность вам только мешает, да, видно вам, и, возможно, не дает вам возможности действовать как-то по наитию, как-то более интуитивно, а женщинам очень часто именно это и нужно. Чтобы мужчина действовал, ну, мужчина был более компульсивным, более таким, может быть, авантюрным даже. Нельзя это удовлетворять на 100%, но, может быть. И, соответственно, это одна из причин, по которым вы сейчас переживаете кризис. Может быть, ситуация, конечно, и другая, что вы постоянно хотите поступить правильно, но не поступаете, потому что у вас нет ресурсов для этого. Ну, вы, например, не готовы поступать правильно, но знаете, что вам это нужно, знаете, что вы этого хотите, знаете, что это необходимо. Вот. Но, тем не менее, именно так, чтобы правильно поступать, вы не поступаете. И из-за этого вы чувствуете свою вину и, не имея другой возможности эту вину выразить, вы выращаете ее в виде каких-то действий, которые далеко не всегда бывают, оказываются правильными. Такое тоже может быть, но все это, опять же, гадание на кофейный гусь, потому что совершенно непонятно, в чем проблема. Так. Поскольку очень дрожил ей дрожил, желаю ей счастья. Ну, в некоторой степени здесь парадокс. Как вы желаете ей счастья, если она говорит, что вы испортили ей жизнь? Несколько странно выглядит ваше высказывание о том, что вы испортили ей, что вы желаете ей счастья. Если бы желали ей счастья, она бы так не говорила. Даже счастья вы ей желаете, скорее всего, так, как вы это понимаете. Я полагаю. Но это совсем не то, что называется, например, любовью, совсем не то, что можно назвать любовью. Ну, вот. Надеюсь, что вы для себя этот момент потратите уисли и уловите. Потому что он действительно очень важный. Вот. То есть тут нужно разобраться, что с чем и как. Понятно? Вот. 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 Могите советам, пожалуйста. Значит. А психологи не дают советов. А психологи дают рекомендации. Вот. Соответственно, свои рекомендации я вам дал. Семейные проблемы решаются через, значит, личные консультации. Вот. Через работу как с вами обоими, так и в отдельности. Вот. С различными методами. Так что нажимаем. Если вы реально заинтересованы в том, чтобы решить свои проблемы, то, я думаю, вам нужно будет обратиться на личную консультацию. Чтобы мы, либо я, либо кто-то еще, вам помогать. В фотографии я вообще могу сказать, что ваша женщина, она такая, что больше ориентирована на внешний мир. Вот. Такая яркая, да. Такая вот, может быть, даже впыльчивая где-то немного. Будет в свою очередь точно такой душевный. Вот. Но, соответственно, тоже можете впылить. Вот. В итоге, вы оба впылились по разным причинам. Но одно, сталкиваясь с таким же, разделяет вас просто очень сильно. Очень сильно. Вы наменяет свои модели поведения. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.